Добрый день дорогие друзья! С вами компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Готов представить вам очередной наш объект, который находится в поселке Быково. Здесь предстоят нам интересные работы по ремонту мансардных кровель, о которых мы вам подробно расскажем. Здесь немного домов, но между ними почти нет заборов. Такие чисто символические. Какая-то аура открытости и добрососедства. Наш объект, вернее их два. Два соседа, вот тот дом и этот. Мы будем ремонтировать крышу и на этом участке и на том. Эти дома одинаковые. Разница лишь в том, что сейчас дом один покрыт мягкой черепицей, тот металлочерепицей, но оба дома мы будем крыть металлочерепицей испанская дюна. Итак, у нас, как вы поняли, уже два дома и соответственно две бригады. Мы решили устроить социалистическое соревнование между бригадами. В этой битве сойдутся мастера из Пензы и из Тулы. Соответственно, пензенские мастера исполняют этот дом из металлочерепицы. А тульские мастера этот дом. А теперь, внимание, конкурс для наших подписчиков и зрителей. Участвовать может абсолютно любой человек. Суть конкурса очень простая. Две бригады работают на скорость и на качество. Они находятся почти в равных условиях. Два абсолютно одинаковых дома и одинаковые работы. Ваша задача определить бригаду победителя. Кто раньше закончит работу и в какой срок. Указать дату окончания. Победит тот, кто спрогнозирует дату окончания строительства наиболее близко. Сегодня 13 мая. Пишите в комментариях, на какую бригаду строителей вы ставите, указывая тульские или пензенские и дату окончания строительства объекта. Победитель получит на свой телефон 2000 рублей от компании Кровмонтаж. Ребята, ставьте на нас, мы победим. По-любому. Пенза сила. Голосуй за Пензу. Тула победит. Для кровли пиломатериал нужно использовать высшего сорта и его нужно обязательно антисептировать. В межкровельном пространстве пиломатериал будет подвергаться воздействию влаги и бактерий. Пиломатериал проантисептированный. Он немножко влажный. Нужно обязательно перекладывать брусками, чтобы он просыхал естественным образом. Несколько слов о материалах, которые мы используем на этом объекте. Гидрозационная мембрана российского производства линейки из Аспан IQ Pro в рулоне 70 квадратных метров. Это российский аналог Тайвика. По цене где-то одинаково. Пароизоляцию мы используем Юта. Ютафол 96 Сильвер. И утеплитель. Изорог. Плотность его 50. Утепляться будет 250 миллиметров. Сейчас у них утеплялось по-моему 150. То есть мы кровлю будем наращивать на 10 сантиметров, чтобы утеплить пирог до 250. Пойдемте посмотрим утепление. Здоров, Иваныч. Готов к соревнованиям? Готов. Пойдем посмотрим, что у тебя творится на объекте. В задачи нашей компании входит демонтаж кровельного покрытия старого. В нашем случае это мягкая черепица. Здесь установлена не водостойкая фанера, а просто ФК фанера. Вот что с ней происходит. Эту фанеру и кровлю нужно менять. Катыпал, я уже говорил, что он со временем подвергается муховым образованиям. Как раз где-то этой кровли лет 10, пожалуйста, проявляется мох. Металлочерепицу, например, вы откручиваете саморезы и лист можно снять. А здесь только таким образом. Очень трудоемкое занятие. Осы вьют свои гнезда в этих местах. В этом сезоне птички планировали прибавление семейства. Но, к сожалению, вот то, о чем я говорю постоянно. Мы используем в вентиляционном продыхе сетку ПВХ, чтобы осы и птицы не забирались. Вот, пожалуйста. Юр, перенеси гнездо в другое место. Может их мать найдет. Очень жалко, конечно. Вот прилетело. Ищет мать, беспокоится. Утеплено, архи плохо. Клиент жалуется, что зимой очень холодно на втором этаже. Хотя второй этаж на нем должно быть теплее, чем на первом. Потому что тепло поднимается вверх. Эти места нужно заглушать, обязательно обворачивать, пароизоляцией. Этот утеплитель, плотность у него 18. Он не годится на утепление мансардной кровли. Сюда идет утеплитель с плотностью приблизительно 40. Как видите, налицо очередное несоблюдение технологий кровельных. Все это мы будем демонтировать, делать нормальную кровлю. На этом объекте мы будем производить монтаж металлочерепицы «Испанская дюна». Это необычная черепица, у нее специальный профиль. Длина листов полметра. Нет саморезов, закрученных сверху. Все саморезы спрятаны под металлочерепицей. Ее приравнивают по надежности и принципу к пальцевой кровли. Ожидайте в следующих видео монтаж металлочерепицы «Испанская дюна». «Испанская дюна» «Испанская дюна» Внутри помещения есть отделка. Производить ремонт изнутри мы не можем. Монтаж пароизоляции мы производим сверху. Вот так обворачивать стропильную систему пароизоляции ни в коем случае нельзя. Иначе в этом месте будет мостики холода, будет пустая зона. Мы делаем ванночками. Когда уже заполним утеплителем с двух сторон, стропила будет участвовать в утеплении кровли. Наращиваем утепление. Стропила у нас 150. Мы набили брусок 50 на 50. Утеплять в четыре слоя. 200 миллиметров. И будем прокладывать бруски поперек стропил. Переложим мостики холода в этой зоне. И получится у нас в Суне 250. В этих местах нужно тоже блокировать попадание тепла в это место и ставить барьер. Вставляем наш утеплитель. Сразу хочу сказать, что утеплитель должен заходить с натигом плотненько в свое посадочное место. И стыки обязательно надо перекладывать в шахматном порядке. Следующим рядом утеплителя мы вот этот стык должны переложить, как кладку кирпичей. Мы нарастили еще 5 сантиметров бруском уже поперек. И мы перекладываем эти места утеплителем. Они прикроют мостики холода. Вот у нас получается 250 миллиметров утепления нашей кровли. Сверху закатывается гидроизоляционная мембрана. И будет еще продых для вентиляции 5 сантиметров. И уже непосредственно обрешетка и кровельный материал. Это вы все увидите в следующих сериях. Вынос крыши. Сейчас она составляет порядка 45 сантиметров. Будем удлинять крыши до 70 сантиметров во все стороны. Подшиваться будет металлическими софитами. Вот эти вот конструкции выпиливаем из доски 200 на 50. Здесь она упирается в кирпич. И поэтому карниз не будет провисать. Будет довольно-таки прочный и надежный. Так как мы увеличиваем кровлю на 10 сантиметров вверх, все мансардные окна нужно демонтировать. Они все поднимутся тоже на 10 сантиметров вверх. По правилу VELUX, если вы производите демонтаж окна, оклады нужны новые. С этими кабелями еще предстоит разбираться. Такого не должно быть. И в этом месте клиент хочет еще вставить два дополнительных мансардных окна VELUX. Точно так же будет и на том доме. Ну что, Серег, пойдем посмотрим, что у тебя на объекте. Как наращивали карниз до нас. Набивали просто доску 150 к обрешетке. И видите, как это все держится. Ближайшая стропила только в этом месте находится. Мы же цепляем балку, которую наращиваем, и за нее намного надежнее. Вот мы наращивали карниз на 15 сантиметров вниз. Выровняли они плоскость кровли по шнурке. В принципе, нормально. Дом находится под отделкой. Мы армированной пленкой накрываем каждый вечер, чтобы не намок утеплителя и внутреннее помещение не пострадали. Заглушки на Маурлате ребята сделали. Еще зазолируют. Ну что, Пенза, победим или нет? Должны. Должны. Делаем как положено. Вот это вот сопряжение. И ставим, отворачиваем. Что вы здесь стесали? Сопряжение. Старого дома. Рядом стоит предел. И вот этот переход, здесь было увеличено и поднято все. Горб. Горб был. И вы это стесывали выравнивали? Сколько стесывали вы? Два с половиной. Два с половиной, то есть горб был? Да. Кровля должна быть идеальной вообще по шнурке. Я это обязательно проверю. А там у вас нормально вышло? Да. Вы отсюда туда стреляли? Понятно. Пойдем дальше. Здесь планируется вставить два мансардных окна. Здесь мы вырезали одну часть стропильной балки. Сделали две поперечные балки. И вот у нас проем окна под 78 сантиметров. Сколько утепляли здесь? 250. 250. Понятно. Наращивали вы сколько? 100? 150. А, была у вас потолочная сотка и наращивали 150. Здесь у нас будет утепляться по потолку второго этажа. Эта часть будет холодная. Наша задача обеспечить скаты, которые являются пятой стеной в помещениях и соответственно потолок. Здесь будет холодный вентилируемый маленький такой чердак. Если в том доме стропило четко 150 сантиметров, то здесь на слоение 100 миллиметров идет. Доска стропила, потом на обрешетке сидит 150. Это уже в сумме 250. Поэтому мы здесь брусками не наращиваем. Мы просто утепляем это пространство, исполняем пароизоляцию с проклейкой и утепляем в 250. А теперь рубрика «Очумелые ручки». Первый раз вижу такой ляп, как свели на беседке коньковый элемент в одной точке. У художника нашего разыгралась фантазия. И решили, что вот этот доборный элемент для металлочерепицы идет в это место, в коньковый элемент. Но это ошибка, ребят. Это торцовый элемент конька. Он накручивается снизу конька. Где хребет заканчивается, он торцует конек. Наш клиент, когда это увидел, он понял, что работу этих ребят нужно останавливать, пока не поздно. В этом сезоне 2016 года в рубрике «Очумелые ручки» эта работа занимает у нас пока первое место. Будем радовать вас такими вот интересными находками. Мы познакомили вас с двумя объектами, на которых производятся наши работы. Мы будем еще транслировать в следующих сериях, как работы продвигаются дальше. Участвуйте в конкурсе. С вами был Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова